Здравствуйте, это программа Интересно. В студии Мария Давыдова и сегодня пойдет речь о поддержке предпринимателей и тех, кто только начинает свой путь в этой сфере. В нашем регионе для этой цели создан Центр Мой Бизнес. Он работает на базе Агентства развития бизнеса. Какую конкретно помощь там можно получить, нам расскажет эксперт по господдержке Калужского Центра Мой Бизнес Александра Попилова. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Александра, расскажите, а как вообще пришла идея создать подобный Центр у нас в регионе? У нас же есть, получается, Агентство развития бизнеса. Вот почему решили еще одну структуру создать? В 2019 году в рамках реализации национального проекта малое и среднее предпринимательство были запущены Центры Мой Бизнес во многих регионах нашей страны. Но у нас несколько иная история. И в Калужской области идея создать Институт поддержки бизнеса родилась еще в далеком 2013 году, когда было создано Агентство развития АПК. То есть это, собственно, наш предшественник. Это агентство занималось поддержкой фермеров. То есть это помощь в решении каких-то юридических вопросов, консультирование по вопросам предпринимательской деятельности, помощь в подготовке документов на получение грантов, субсидий, льготного кредитования. То есть, в принципе, этот центр уже функционировал в рамках поддержки. Практика оказалась успешной. В 2017 году наш регион в конкурсе Агентства стратегических инициатив победил с этой практикой. И в 2018 году руководственным регионом было принято решение заняться поддержкой не только в сфере сельского хозяйства, но и, в принципе, поддержкой всего бизнеса в Калужской области. Поэтому, когда возник вопрос о создании центра «Мой бизнес» в Калужской области, у нас уже действовало Агентство развития бизнеса. И логично было этот центр разместить уже в агентстве. Мы, в принципе, себя называем домом бизнеса, театральный 38А, потому что там находимся мы, там находятся коллеги из других институтов поддержки. Это Уполномоченный по правам предпринимателей, это Государственный фонд поддержки предпринимательства, это Агентство по развитию туризма. То есть, в принципе, у нас такая совместная работа. А как вы взаимодействуете с Агентством развития бизнеса? То есть, получается, он создан центр на базе, это какие-то вот у вас, вы коллеги, вы общаетесь, то есть, какими-то идеями, мнениями обмениваетесь. Как происходит? Можно сказать, что Центр мой бизнес – это и есть Агентство развития бизнеса, это наша структура. Дело в том, что на сегодняшний день Агентство развития бизнеса реализует сразу несколько национальных проектов. Это мало-среднее предпринимательство, которое я уже упоминала, поддержка кооперации экспорта и производительность труда. В чем ключевое отличие наше от многих регионов в том, что много где это отдельные институты поддержки. Они зачастую находятся в разных зданиях, и предприниматель, чтобы обратиться за той или иной услугой, должен обойти несколько инстанций. О некоторых он может даже и не знать. У нас все находится в одном месте, и здесь мы реализуем принцип единого окна. То есть, можно провести аналогию с МФЦ, куда предприниматель и любой другой гражданин обращается для решения своего какого-то вопроса и не идет в соответствующую инстанцию. Также у нас мы реализуем несколько видов поддержки, несколько направлений, по которым мы работаем, поэтому это очень удобно для предпринимателя. Расскажите, какие конкретно услуги вы оказываете? Предприниматель приходит, он хочет получить поддержку. Что он может получить? Здесь может быть несколько вариантов. Дело в том, что к нам обращаются как действующие предприниматели, которые уже конкретно знают, чего они хотят. Может быть, следят за нашими социальными сетями, где мы оперативно отображаем информацию о мерах поддержки, и какая-то его заинтересовала. Это могут быть люди, которые только начинают свой бизнес. Здесь у нас такой индивидуальный подход к каждому проекту, к каждому заявителю действует. Но, в принципе, всех интересуют такие ключевые направления, как юридические консультации, финансирование, потому что этот вопрос, естественно, всегда остро стоит. Ну и какие-то, возможно, дополнительные инструменты развития, которые им помогут. Например, продвижение своей продукции. Ну а вот конкретно, если вот какая услуга самая, допустим, популярная, вот чаще всего к вам обращаются с каким запросом? Вот хочу что сделать? Ну, самый, наверное, частый – это «хочу открыть бизнес», и у меня есть вот такая идея. Соответственно, здесь дальше у нас различные направления, различные варианты. Все зависит от отрасли, с которой предприниматель определился, а иногда, может быть, не определился. Как правило, это финансирование, возможно, на старт своего проекта, либо на развитие действующего. Здесь нам на помощь всегда приходит наш государственный фонд поддержки предпринимательства, который выдает льготные займы. Эти программы достаточно стабильно востребованы, и они являются одними из самых интересных. В принципе, у нас есть программа для начинающих предпринимателей – это те, кто только зарегистрировался и действует в качестве индивидуального предпринимателя, либо юридического лица, не более года. Они могут привлечь займ по ставке 0,1 до миллиона рублей. То есть, в принципе, это беспрецедентная практика. Наш регион отличается своей лояльностью к предпринимателю. Если мы говорим о предприятиях другого порядка, то есть это люди, которые уже наладили производство, возможно, у них есть свои цеха, у них есть каналы сбыта, но успешный бизнес тот, который всегда развивается. Здесь часто востребованы такие инструменты поддержки, как софинансирование участия в выставочных мероприятиях, и также большой популярностью пользуется такой инструмент, как бизнес-миссия. Возможно, не очень понятно звучит, что это такое. Немножко тогда остановлюсь на этом. В принципе, по выставкам, если все понятно, это тематические профессиональные выставки, где компания может представить свою продукцию, потенциально найти новых контрагентов, каналы сбыта, может быть, каких-то партнеров. То с бизнес-миссиями здесь несколько иной подход. Если коротко, то предприниматели собираются в делегацию от Калужской области и отправляются в интересный регион, либо в интересную страну. Естественно, это не просто так. Ведется большая подготовительная работа, изучается рынок. Соответственно, если продукция предпринимателя, например, не востребована, неинтересна на данном рынке, то, к сожалению, мы ищем для этого предпринимателя другие возможности. Может быть, другая бизнес-миссия будет. Но если все сложилось замечательно, то делегации отправляются. Там есть централизованные мероприятия, такие как знакомство с торговым представителем в той стране от нашего государства. И, соответственно, дальше уже идут встречи, которые подобраны непосредственно для данных предпринимателей. То есть, возможно, заинтересованные какие-то государственные органы в приобретении этой поддержки. Это заинтересованные контрагенты, которые могут стать поставщиками, либо потребителями той продукции, которую производит наш предприниматель. И, как правило, зачастую из таких поездок наши предприниматели возвращаются либо уже с готовыми контрактами, либо с такими горячими контактами, по которым у них в дальнейшем идет взаимодействие. Вот, насколько я знаю, у вас есть новая услуга. Это поиск сотрудников, да, вот господдержки именно услуга. Расскажите о ней подробнее. Это как раз одна из услуг, которая реализуется в рамках проекта «Мой бизнес». Эта услуга достаточно новая. Суть ее заключается в том, что компания, которая заинтересована в расширении своего штата, может воспользоваться некоторыми бонусами от «Мой бизнес» и партнеров электронных площадок, на которых размещаются заявления о подборе вакансий. Не буду сейчас назвать конкретные компании, но их несколько ключевых. Соответственно, компания там регистрируется, и на использование сервисов данной платформы ей выделяются некоторые финансирования. Программа действительно новая. Мы пока ждем. У нас есть уже ряд компаний, которые обратились, им интересно. И с ними сейчас будем выстраивать работу. О результатах, может быть, потом еще отдельно вам расскажем. А приведите пример вот этих успешных бизнес-миссий, о которых вы рассказывали. Какие там получились плоды в итоге? Стоит привести в пример одну из последних наших бизнес-миссий. Это была бизнес-миссия в Алжир. Не секрет, что сейчас у нас несколько сменился вектор исследования экспортного потенциала. Но, тем не менее, ряд новых стран к нам приходит. Вот Алжир оказался очень заинтересованным. Перед бизнес-миссией была проведена достаточно масштабная подготовительная работа. Сначала мы принимали у нас делегацию из Алжира, включая посла Алжира. И, соответственно, в дальнейшем наши предприниматели туда направились. Ну, по большей части интерес, если про конкретную данную страну мы говорим, интерес к производству медицинского оборудования и к продукции автомобильной промышленности. То есть это какие-то автокомпоненты, например. И у нас есть предприниматель, который, в принципе, уже, будучи в Алжире, заключил договор, договорился о поставках, посетил еще самостоятельно дополнительный город, где также с контрагентами отработал и вернулся с контрактом. Ну, в принципе, можно сказать, что все участники бизнес-миссии, если не заключили контракт там, то в любом случае получили горячий контакт, с которым у них сейчас ведется работа. И мы ожидаем ближайших поставок в Алжир. А помимо Алжира есть еще какие-то страны, которые уже так присматриваются к нашим предпринимателям? В ближайшее время у нас планируется бизнес-миссия в Индонезию. Там пока ведется подготовительная работа, но мы, как обычно, все это будем освещать, всю информацию о том, как работает наша делегация на бизнес-миссии, какие компании туда поехали, и какие у них успехи уже случились или ожидаются. И расскажите, как предпринимателям к вам можно обратиться? Давайте вот еще раз назовем адрес. Может быть, еще где-то есть, я вижу, у вас буклеты, где вся информация собрана. Расскажите об этом. Да. Тут хотелось бы отдельно отметить, что мы предоставляем не только те меры поддержки, на которые у нас есть средства, которые запланированы национальными проектами. Мы сотрудничаем с различными ведомствами нашей области и с федеральными институтами поддержки. Стараемся собрать полный пул мер поддержки для предпринимателя изо всех отраслей направления ведения бизнеса. И в результате нашей такой работы у нас появляются наши буклеты по мерам поддержки, где собрана информация по всем грантам, субсидиям, льготному кредитованию, которые есть на сегодняшний день. Мы оперативно их обновляем на нашем сайте. И если предприниматель или будущий предприниматель заинтересован в том, чтобы получить нашу консультацию, получить поддержку, можно оставить заявку на нашем сайте, можно позвонить на телефон горячей линии, можно подписаться на наши соцсети и задать вопрос там. Можно прийти лично. Мы открыты на театральной 38А. Всех ждем. Ну, конечно, если есть возможность, лучше предварительно договориться о визите. Но мы всегда очень рады и личному общению в том числе. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Спасибо.